Привет друзья, сегодня я вам расскажу как создать УП в WorldCamy пепельницам Барак Обама. Начнем, создаем новую модель, золотовка у нас 270 в высоту 240, нажимаем ОК, у нас появляется наше рабочее поле 3D2D, в нашей УП создана уже 3D модель, для того чтобы нам загрузить готовую модель нам нужно нажать файл, импорт и 3D модель, теперь мы выбираем модель второго у нас есть, нажимаем Открыть, далее у нас появляется окно управления, окно изменения размеров, так вот у нас мы видим то что у нас появился в левом нижнем углу, наша заготовка и 3D модель, теперь нам надо ее разместить и добавить размеры такие как нам нужны, размеры у меня будут 120, у нас 135, нажимаем применить, вот у нас изменился размер, нам нужно ее, так как у нас заготовка большая, ну то есть дерево или деревянное заготовка, мы хотим не ради одной пепельницы испортить заготовку деревянную, а сделаем сразу 3 пепель, чтобы сразу 3 модели вырезать, теперь мы распределяем ее по размерам, положение XY, то есть это будет изменение вот самой заготовки, то ли она у нас по Y поедет, влево или вправо, то ли по X, вот Y мы давайте укажем 60, можем применить, вот мы увидим она у нас сдвинулась к краю заготовки, заготовку у меня получается я изначально отмерил заготовки с каждого края отлинил по 1 см, так как у меня стол из МДФ на станке, вот для того, чтобы у нас было место, куда вкрутить сами саморезы, так как креплю я к столу заготовки с саморезами, и вот я по одному сантиметру поотчерчивал, так у меня заготовка получается 260 на 290, но я по сантиметру с каждого края убрал, для того чтобы было куда вкрутить саморез, и я не опасался бы то, что фреза зацепит саморез, вот теперь давайте продолжим, нам нужно по Y ее опустить, то есть мы получается ее также минусом, делаем 70, конечно так сильно не разбираюсь, как нужно в принципе нормально, меня устраивает, заточка у нас попала, за края не выходит, все нормально, вот если мы укажем слишком дальний размер, ну давайте просто допустим по Y 40 уйдем, то есть это уйдет налево, вот видите, у нас то есть модель не попадает на наше рабочее поле, заготовки, то есть вырежется только часть, покуда наша заготовка, вернем назад, нажмем Ctrl Z, 60 пропишем, применить, все вот, то есть мы смотрим, у нас никуда не уходит, можно даже 63 даже выходить, чтобы больше был зазорчик достигнут, меня устраивает, так, так, все, мы нажимаем, теперь проверяем, чтобы Z у нас было по нуля, потому что Z это размер, тот который высота будет от заготовки, чтобы у нас заготовка не в воздухе висела, а была на плоске, я покажу сейчас вам, что это означает, вот, сейчас мы видим то, что наша заготовка лежит, именно как бы впрессованно в наше рабочее поле, если мы Z добавим, допустим, 12 мм, да, нажимаем применить, вот, что мы видим, у нас между заготовкой и рабочим полем появилось в пространстве, то есть у нас заготовка висит в воздухе, нам этого не нужно, Z нужна по нулям, обновляем снова Z, нажимаем применить, все, мы видим она извернулась, у нас в исходное положение, нажимаем вставить, вот, вставляется модель, заготовка нажимаем закрыта, вот, если мы делали бы одну заготовку, можно было разместить ее по центру, как по центру размечать в данный момент, сейчас вам покажу, вот, сейчас мы будем добавлять еще одну модель, нажимаем так же самоимпорт, 3D модель, выбираем нашу модель, все, у нас прогружается модель, вот она у нас появилась, если мы нажмем по центру, то у нас модель автоматически будет по центру, по центру наша заготовка. это удобно для того, чтобы если вы указываете размеры идеально пропорциональны с вашей заготовки, пропорциональны вашей модели, то есть у вас заготовка 200 мм в ширину, и модель вы делаете 200 мм в ширину, вот, вы указываете по центру, и у вас будет все идеально по размерам, то есть размеры указываем мы здесь, вот, мы видим, что у нас не помещается, мы ее сделаем поуже, сделаем 110 мм, а так 140 давайте, такую себе селедницу сделаем, вот, более-менее так, значит нам надо ее переместить, по иксу нам нужно получается указать около 170 мм, так вот, приблизительно можно даже больше, 175 давайте укажем, применим, вот, у нас пространство между моделями есть, модель на модель не наезжает, и до края достаточно расстояние, давайте даже 180 покажем, 180 будет более размерней, вот, и можно ее немножко опустить вниз, сделаем 125 мм, вот, сделали мы 125 мм, мне кажется можно еще, потому что я еще хочу вот сюда вот, часть свободно, засунуть еще одну модель, попробуем 135, нужно применить, надо 115, даже по игреку поменьшение идет, ну вот, примерно где-то так, так, смотрим, Z у нас по по нулям, размеры нас устраивают, то есть есть желание, даже можно чуть ее больше сделать, вот, что 50, я вам попробую, просто посмотри, как она будет выглядеть, в принципе, нормально, нажимаем вставить, вставляется, все, только у нас она вставилась, нажимаем закрыть, и добавляем третью модель, и порт 3D модели, данную процедуру можно производить, буквально с любыми моделями, если вам там нужны какие-то размеры, статуэтки нарезать, или вывески, все что угодно, небольшое количество, можно указать на рабочем поле, более большие их количество, то есть не одну вырезать, а только 5, 10, 20 и сколько угодно, сделаем эту пепельницу пропорционального размера, 120 на 120, посмотрим, как у нас получается, вот, получается, перетянул я немножко нолики, лишнее добавил, извиняюсь, вот, просто на 120, перенесем по у, ее на 170, 170, 170 мало, рабочее поле у нас 270, значит переносем на 200, ну, слот на 200, у нас нормальный, еще даже позволяет 305 сделать, 305, ну, все, ну, в принципе, все, цветка у нас по нуля, нажимаем, ставить, закрыть, все, вот, мы видим, как у нас на нашем рабочем поле разместили мы три модели, пепельница, лобана, все, так, теперь мы основную часть произвели, начинаем делать УП, УП мы будем делать сначала с черновой обработкой рельефа, мы снимем, получается, с самого рельефа лишний слой дерева, так как у нас затопка довольно-таки широкая, толстая, вот, сейчас все вам расскажу, обрабатывать будем и весь рельеф, выбираем инструмент, инструмент у меня 6-ти миллиметровая цилиндрическая фреза, тут у меня по параметрам все, подачу миллиметров минуты надо устанавливать, глубина за проход 3 миллиметра 50 процентов от самого диаметра, от фрезы, шах у нас идет 2,4 миллиметра, 40 процентов от диаметра фрезы, обороты у нас 24 тысячи максимально, можем уметь, что нам нужно, рабочая подача 2000 и подача врезания 2000, рабочая подача подача врезания, это сама зепка, с какой скоростью она будет углубляться, вырезаться, нормально, окей, мы выпили, нормально, окей, все, фреза у нас выбрана, что мы делаем, определяем заготовку, заготовка у нас стоит 7 миллиметров, это полная толщина нашей заготовки, так как заготовку я, возможно, имею с неровной плоскостью, причем я могу быть не уверен, тяжело на глаз определить, скоршен рельефа, мы перестрахуемся, мы получается с верхнего слоя сначала изначально снимем 3 миллиметра, снимаем 3 миллиметра, 3 миллиметра снимется до самой заготовки, нулевая плоскость, нулевая плоскость я всегда выбираю от заготовки верхней части заготовки, для чего верхняя часть, для того, чтобы, если фреза у нас какой-нибудь сбой будет, или глюк, или что-то мы неправильно сделали, фреза у нас будет резать, углубиться в заготовку, не в стол, стол не достанет, не зацепит, по идее, вот, а если мы выбирали плоскость от стула, от стола, от стола, извиняюсь, от стола нашего рабочего, то есть у нас бы заготовка резала сначала стол, могла повезти, вот, сама заготовка у нас 20 миллиметров толщина, высота заготовки 37 миллиметров, конечно, для удобства можно было выбрать, чтобы у нас получается заготовка выходила в нулевой плоскости, последняя толщина до прорези остается 2 миллиметра, но мне нужна именно высокая пепельница, делаем мы 3 миллиметра, у нас она, получается, оставляет 13 миллиметров у нас, запас остается с нижней части, все, нажимаем ОК, вот, мы видим, у нас появилось наше предполагаемое рабочее поле нашей заготовки, то есть это виртуальная модель нашей самой заготовки, которая деревянная у нас 37 миллиметров, вот, мы видим, что вот, отсюда-сюда у нас длина 37 миллиметров, заготовка, если приблизить, видно, что резаться начнет, вот, зазор 3 миллиметра, а вот это вот остальные 13 миллиметров, которые у нас остались, так сказать, лишнего, вот, делаем дальше, первый слой 37 миллиметров, да, нормально, припуск 0,5, 0,5 для нас это мало, мы оставляем 2 миллиметра, нажимаем применить, припуск, это, получается, когда обрабатывается фреза, черновая обработка идет фрезой, она будет оставлять до самой картинки, смотри, элье, в которой мы нужно обработать, 2 миллиметра, сделаем это для того, чтобы, если у нас вот идут какие-то тонкие элементы, чтобы у нас фреза просто не сожрала, она туда все равно не подлезет, вот, 2 миллиметра, а потом мы чистовой снимем эти, как раз-таки, 2 миллиметра, были, у нас зазор для чистовой обработки, так, здесь у нас все, количество слоев, 8 штук, все, плоскость безопасности, плоскость безопасности, это то, насколько вверх поднимается фреза от самой заготовки, а куда переезжает, с точки на точку, получается, когда вот едет по иерику, по иксу, вот у нас, получается, борт самой пепельницы, она будет подниматься на 20 миллиметров выше, чтобы ее не зацепить, так называемой точкой безопасности, молка там 20, и точки возврата тоже 20, точность 0,1, это будет так, сейчас у нас стоит змейка, то есть фреза у нас будет работать как змейка, передвигаться со стороны в сторону. вот я показываю, угол, градус, это для того, чтобы если у нас получается волокна по дереву идут по ходу фрезы, если будут волокна по дереву по ходу фрезы, тогда будет появляться ворса, ну, дерево нужно резать поперек волокна, не по волокну, дерево у нас твердое, дуб, все оставляем так же, градус не изменяем, все, подписываем нашу ОП, черновая будет у нас, черновая, все, после того, как мы ее подписали, нажимаем сейчас, так, ну вот у нас модель, и вот получается маленький косячок в плоскости безопасности, я задал сначала не ту плоскость, в плоскости безопасности надо указывать чуть больше своей заготовки, в X7, в X7 это наша, давайте 50, так мы видим, что передвижение, давайте попробуем, вот мы изменили размеры плоскости безопасности, теперь видно, как у нас она будет ходить, то есть вот передвижение, теперь объяснём, вот эта розовая линия, это сама наша заготовка, толщина заготовки 37 мм, красная линия, вот она у нас, это то, как будет работать у нас фреза, вот змейка будет у нас ходить, сюда заходить, синяя линия, это показана плоскость безопасности, это на какую высоту будет подниматься сама фреза во время работы передвижения, так, ну все, УП мы сделали, черновую, нажимаем закрыть, теперь мы ее сохраняем, сохраняем мы в матч 2 мм, черновая сохранить, нажимаем черновую, пишем, черновая, нажимаем черновая, черновая, все, то есть охранено, нажимаем как тут, теперь вот у нас черновая обработка готова, теперь нам нужна обработка зельефа, для обработки зельефа мы выбираем также модель, плоскость и безопасность 50, выбираем фрезу, фрезовая 0,5 мм, покажем, то же самое подача мм в минуту идет, диаметр 6 мм, угол 5 мм, радиус кругления 0,5 мм, окончим, 0,5 мм, где наружище кромки у меня на фрезе 30 мм, здесь я указал 29 мм, так как это получается, угол у нас не 5, а 49 получается, нет, 4,5 мм, много, 4,8 мм, это у нас самый ближний к 30 градусам, так как у меня фреза коническо-сферическая, кстати, набираем, коническо-сферическая фреза, уговорающая кромка 30 мм, шах, 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 вода,registные, смены аналитетно, подача иitty все также, рабочая подача 3000, подача врезания 1000, так как у нас фреза тонкая, 0,5 мм, может сломаться, нажаву выбрать, затопнут и определена, ничего менять не надо, наклонная врезание тоже вещь очень нужная полезное. Угол врезания 10 градусов, заготовка 240 миллиметров. При врезании будет врезаться плавно, постепенно врезаться. Заготовка 240 миллиметров, вот и вся длина для подготовки. Начальная высота 38 миллиметров. Забедим для того, чтобы сначала ход холостой начался на фрезы. На фрезе 1 миллиметр он плавно проехал. На фрезе холостом потом начинает вырезаться. Отписываю заготовку, чистовая. Нажимаем сейчас. Так, ну вот наша заготовка прошла. Вот у нас получается заготовка чистовой. Почему оно все красным таким? Потому что шаг на 8 миллиметров. Более точно, да. Так, еще по наклонному врезанию. Наклонное врезание, по сути, можно использовать так, как и черновую чистовую одновременно. Можно врезаться без черновой обработки, так как опыта у меня еще не слишком много. Я сначала убираю лишний слой дерева. Черновой обработка, а потом чистовой обработка. Так, ну все. У нас опышки готовы. Сейчас будем провозить опы. Мы можем посмотреть, отобразить. Имитация. Вот мы смотрим, как у нас будет резаться. Как производится. Ну тут резко. Играем. И что. Вот. Вот и то, что мы видим. Серым фоном получаются вот сами наши заготовки. Ну вот и в принципе все. Сохраняем. Нажимаем сохранить УП. Объема чистовая. Сначала МАЧ-2М. Чиновую мы сохраним. Нажимаем сохранить. Подписываем. Чистовая. Нажимаем сохранить. Все у нас УП сохранилось. Нажимаем закрыть. Можем приступать к резке. Все. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось. Ставим пальцы вверх. Комментируем. Не стесняемся. Будет еще много видео. Так как я учусь. То, что я. Чему научился. Я буду вылаживать. Показывать. Это первая моя УПшка. Которую я сделал правильно. Из всех проблем. Которую я в принципе и вырежу. Все. До скорых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok